Итак, катаклизм. За день до Нового года уже все начали готовиться к празднику. Везде снег, новогоднее настроение, и все были готовы попрощаться с ужасным 2020 годом. Но никто не ожидал, что такое возможно. Внезапно по всему миру начал падать снег, где его даже никогда не было. Общая температура по всему миру резко начала уменьшаться. Количество снежинок с каждой минутой становилось все больше и больше. Видимость становилась все хуже. Никто не понимает, что за аномалия. Вместо поздравления с Новым годом по всем телеканалам сообщают о проблеме с солнцем, которое потеряло свою силу в связи с переходом на новый цикл и следует ожидать худшего. А именно, понижение температуры до минус 70 градусов и меньше, замерзание всех вод, увеличение уровня радиации, день будет становиться все длиннее и много других неприятностей. Большинство людей вместо празднования Нового года начинают скорее искать хоть какое-то подземное помещение, чтобы выжить. На выживание есть час 25. Время у нас с вами ограничено, поэтому описание бункера. Неизвестно, когда был построен, находится в джунглях, все спальни на два человека. Размер 170 квадратов, время нахождения три месяца, лакеры. Количества еды хватит на два месяца. В бункере присутствуют книги по ремонту электротехники, все необходимое для ловли рыбы, включая лодки, набор инструментов. Количество мест, естественно, у нас четыре. Сейчас я проведу необходимые манипуляции, и мы сможем чать. Стоп, игра игрок номер пять, активируй спецвозможность номер один. Ваш бункер находится около Соленого озера. Ну, что, собственно, соответствует нашему описанию бункера. Хорошо, принято. Итак, кто не обновился, я еще раз попрошу обновиться. Итак, поехали. Пепельница, ваша минута. Так, всем здравствуйте. Поздравляю всех, кто дошел до финала. Я считаю, это очень интересное было путешествие. Так, начну с того, что... Мы один плюс три же открываем, да? Я, значит, по специальности дегустатор-эксперт. Если кто-то что-то приготовит из еды, я смогу проверить это вкусно-невкусно. Вскрою свою фобию, я немножечко боюсь обручания в животе, но ничего страшного. Мы где-нибудь раздобудем еду, и это будет такая нестрашная фобия, я считаю. У меня есть ремонтный молоток в инвентаре, значит, если надо будет что-нибудь починить, мы это все сделаем. Вот. И если вдруг кто на нас нападет, я вскрываю свое хобби. Я продвинутая в стрельбе из арбалета или пневматического оружия. Вот, если будут вражеские бункеры, все будет круто. Спасибо. Время. Спасибо вам. Второй игрок. Ара Россель. Минута. Хотела пожелать им удачи. Молодцы, что добрались до финала. Я реабилитолог, то есть я врач, могу уменьшить кому-то степень болезни на одну. Потом я рожающая женщина, 36 лет, атлетическое телосложение. И я получил премию Декарта. Спасибо. Я надеюсь, вы потом уточните, в какой области. Игрок номер 3, Верон, ваша минута. Верон. Игрок присутствует. Давайте пока пропустим. Тогда слово пятому игроку, Мейниган. Да, спасибо. Это клей хорошо. Реабилитолог, дегустатор. Зачем ты открываешь ремонтный молоток, когда у нас есть набор инструментов? Ну да ладно, это так чисто. Докопаться. Я женщина, 23 лет. Мне child free, могу рожать, так как телосложение крепкое. Рост 3 метра, рост 1,64 метра. Вот, я страховой агент. Занимаюсь там недвижимостью, с людьми очень богатыми. То есть, могу найти общий язык, заинтересовать человека в том, чтобы он воспользовался моими услугами. Так как я человек, который разбирается в хоть каких-то минимальных знаниях психологии. Вот, а также у меня был свой огород. Вот, у нас там проблемы с пищей. Вот, соответственно, человек, который имеет свой огород, хоть какой-то опыт имеет выращивания каких-то либо овощей, фруктов. Вот, поэтому все, скип. Спасибо. Игрок номер 6, котик Сталина, ваша минута. Так, что я могу сказать. Во-первых, поскольку мы находимся около Соленого озера, и у нас имеется лодка и все необходимое для лови рыбы, в первую очередь, сквозь свою специальность, я матрос. И я могу быть полезен в плане добычи, лодки и так далее, поскольку, как минимум, умею плавать и знаю все техники, связанные с водой. Это во-первых. Во-вторых, я, скорее всего, буду составить конкуренцию игрокам номер 2 и игрокам номер 5 из открытых, потому что я тоже молодая девушка, 28 лет. Сразу хочу скрыть свое этилосложение, оно у меня крепкое, то есть я могу рожать. Так, и, наверное, что одно из самых нужных, так сказать, что надо открывать, я скрою сразу свою фобию, это боязнь гипноза. Но гипнотизеров пока что я тут у нас не вижу, поэтому посмотрим, скип. Спасибо. У нас игрок Верон вернулся? Да, да, тут. На месте? Давай тогда, минута. Извиняюсь за свой интернет, я вскрою специальность, я акушер, сейчас я перезагружу страницу. Так, я акушер, дальше я вскрою тогда фобию, боязнь гипноза трясения. Дальше я раскрою, а, ну, еще одно надо раскрыть, я раскрою тогда, смотрел фильмы про зомби, то есть я знаю, как выживать в опасных ситуациях. В принципе, все скип. А еще не все, у нас специальность не раскрыта почему-то у вас. Я раскрыл специальность. И еще, но она почему-то не показывается. И еще одну характеристику в любом случае, у нас 1 плюс 3. А, хорошо. Сейчас, тогда еще раз вскрою телосложение атлетическое. Хорошо. Да, все обновлено. Спасибо. Тогда игрок номер 7 был, да, минута. Игрок номер 6 наверняка забыл уточнить, что он является матросом Тихоокеанского флота, большого противолодочного корабля Адмирал Виноградов. Также я сражался с ним на одном корабле, так как я военный инженер. Так, далее, далее я скрою свою фобию, страх у меня туберкулофобия, боязнь туберкулеза. Но туберкулеза, но я не думаю, что это может как-то повлиять. Хотелось бы вскрыть свой инвентарь. У меня в инвентаре есть 8 куриных яиц. Может быть, может у кого-то есть инвентарь. Профессиональный инкубатор, это будет очень полезно, а так это нам на денек покушать, в принципе. И хотелось бы скрыть свои доп. сведения, захожу с козырей, я закончил университет искусств. То есть я очень творческий человек, я закончил университет искусств по направлению саксофон. То есть я умею играть в джазовую музыку. Буду нас расслаблять. Спасибо. Спасибо и вам. Пардон. Игрок номер 8. Все хорошо? Вы здесь? Да. Мастер Пак. Ваша минута. Приветствую всех кандидатов в бункер. А именно вас приветствует человек по специальности. Так, я обновляю. Возможно, у вас проблемы с интернетом плохо было слышно? Да, возможно. Какие-то трудности? Или только я не вижу, что вы открываете? Я тоже не вижу. Мастер Пак. Видимо, все-таки какие-то трудности. Давайте тогда его тоже пропустим. Дадим время забвенному. Минута. Здравствуйте всем. Хочу сразу же пожелать очень приятной игры. Сегодня я следователь, профессионал. Ну, пока весь по профессии я отойду немножечко в сторонку. Открою пока весь то, что на данном этапе, на данном этапе я единственный мужчина. Взрослый, 49 лет. Не child free. Кто, если мог заметить, я сразу же, наверное, вскрою, что это что-то интересное, по крайней мере, да, на данном этапе, что я проходил курсы психолога. Соответственно, с психическими расстройствами мы можем в дальнейшем как-то побороться, попытаться в бункере, если у кого-то такие имеются. А я думаю, что вполне возможно. И если у кого-то на дне не рано, какие-то такие возможности, у меня в инвентаре еще есть пластырь, 4 штуки. Спасибо большое. Спасибо и вам. Мастер-пак, вы вернулись к нам? А, все. Посмотрите, у меня открывается, да? Да. Давайте, минута пошла. Ну, так, я вышибала, значит... А, хочу сразу использовать спецвозможность, топ-игра. Да-да. Рядом с нашим бункером находится вражеский пункер. Принято, записали. Так, также хочу заметить, что у меня есть в инвентаре очень уникальная и полезная вещь. Это костюм химзащиты. Вот, правда, одна штука. Вот. Очень интересное дополнительное описание, что у меня есть медицинское образование. То есть могу оказать первую помощь. И по здоровью у меня всего лишь на все ишемическое болезнь сердца легкая. Не опасно. Не для меня, не для вас. Все. Спасибо. У вас есть общая минута. Ребят. Давайте скипнем. Давайте скипнем. Давайте скипнем. Я тоже предлагаю скипнуть, потому что мало видно. Сейчас, стоп. Если как-то раз получится, опять потом не сможем двоих определить, как вот получилось в финале. Пропустили в самом начале, потом не смогли пропустить в конце. Можно по-конецки попасть. Да, лучше скипать в конце. Я тоже про это же. Просто на данном этапе у нас три женщины, которые скрытые, которые могут рожать. Я считаю, что в данный момент, пока есть мужчины, если закрытых мужчин нету, надо выбирать кого-то из женщин. Можно выбирать кого-то из женщин. Нет, я никого сейчас не обвиняю. Я просто говорю свое мнение. Кто-то может быть более-менее полезным для нас. Обвинительные? Я лично считаю, что да. Итак, время общего обсуждения вышло. Я должна спросить. Мы уходим в следующий раунд без жертв? Нет. Давайте по очереди. Пепельница. Скип или... Казним. Араросль. Это не Пепельница, по-моему, сказала только, что за кого-то. Пепельница сказала, я сказала скип. Ну, все, понял, спасибо. Араросль. Кик. Верон. Кик. Мейниган. Скип. Котик Сталина. Скип. Еще раз. Кик. Кик. Окей. Бубилда. Скип. Мастерпак. Кик. Кик. Забвенный. Кик. Сто процентов кик. У нас пять на пять. О, четыре на четыре. Отличная математика. А ничья, судя по всему. Поэтому... Будем находиться в того положения. Может быть, еще раз поспрашивай. У меня голос накид. Ну, вот и вышли из положения. Поэтому мы приступаем к обвинительным речам по 30 секунд. Начиная с Пепельницы. Так, ну, смотрите. Прекрасная идея была насчет того, чтобы посмотреть, присмотреться к женщинам. Мне кажется, пока что из трех вскрытых женщин двойка самая полезная, потому что, ну, она реабилитолог. Насколько мне известно, может что-то там полечить кому-нибудь, если вдруг с этим возникнут какие-то проблемы. Вот. Акушер тоже сидит, хоть это пока неизвестная женщина или мужчина. Вот. Так как у нас есть вражеский бункер, я считаю, что я пока тоже посижу, потому что я единственный человек на данный момент, который умеет стрелять. Время. Спасибо. Ара Россель, 30 секунд. Ну, если сравнивать по женщинам, то я должна с вас, потому что я реабилитолог. Один из двух врачей, которой женщина, вскрытая. Потом я получил премию Декарта за гуманитарные науки, изучение человека. Не знаю пока, как его кикать, патруль на седьмого и восьмого, но восьмой от Калзарова, поэтому седьмой. Скип. Послушаю остальных. Спасибо, игрок номер три, Верон. Ваши 30 секунд. Ну, тут сложно смотреть. Второй пока что, женщина тут самый полезный. У нас остается пятерка и шестерка. Ну, тут сложно. Я пока что послушаю остальных, потому что я приму свое решение. Все, скип. Спасибо. Ва, Мейниган, 30 секунд. Кто бы вообще сказал, что второй, пятый и шестой это единственные женщины, которые могут рожать и вообще могут рожать? Мы не знаем здоровья этих трех людей и, соответственно, остальных. Я про себя тоже самое говорю. Я предлагаю убрать восьмого игрока, который открывает адапт сведения медицинское образование, когда у нас два доктора есть. У него единственный костюм химзащиты, который нужен только ему. Он не открыл ни пол, ни фобию. Да, у него со здоровьем все в порядке, но я не думаю, что он нам нужен. Поэтому вышибала кик. Человек, который может ухудшить болезнь. Спасибо. Время. Игрок номер шесть. Котик Сталина, 30 секунд. Тут очень интересная ситуация в плане Кика. Не знаю, пока что есть из повезенных. Самый повезенный наставе, я считаю, это игрок номер два, поскольку он врач. Также игрок номер три. Акушер. Ну, может, не так важен в бункере, но, в принципе, в вырождении детей, он может нам помочь. И наставе может помочь игроку под номером два. Так, также хочу заметить, что у нас еды хватает только на два месяца, а время нахождения три месяца. И у игрока номер семь, если честь, есть восемь куриных яиц. Мы можем их раскидать. Кого кикать, пока что не знаю. Послушаю других скип. Спасибо. Как вы вовремя уложились. Бубыл, да? 30 секунд. Я не буду занимать время. Я хотел сказать то же самое, что игрок под номером пять скип. Спасибо. Игрок номер восемь. 30 секунд. Мастер Пак. Но я, в принципе, не был за голосование. Я был за скип. Поэтому я был за скип. Спасибо. Игрок номер десять. Забвенный ваш принцип. Сейчас пытаются убивать человека, который единственный открыл здоровье. На данном этапе, если выбирать из женщин, реабилитолог остается. Матрос для меня остается. Почему? Потому что у нас возле озера, и он все необходим для львы, включая лодки. Соответственно, кто, кроме матроса, может этим управлять. Для меня в данный момент непонятно, почему пятый открывается, есть огород. Хотя у него, его с собой нет, но у него просто он и есть огород. Ну, по крайней мере, получается, буду голосовать в пятерку. Для меня это все очевидно. Спасибо. Спасибо. Время как раз. Итак, приступаем к голосованию. 15 секунд. Попрошу тишины. Спасибо. У нас два игрока набрали равное количество голосов. Мастер пак и мейниган. По 30 секунд у каждого. Начнем тогда с мастер пака. 30 секунд. Так, ну я вышибал, а рядом есть блункер, который враждебно настроен. Да, я могу по своей способности кому-то ухудшить здоровье, но я не буду этого делать, потому что я борюсь за интересы блункера. У меня есть костюм химзащиты, но кто сказал, что он только для меня. Можно его использовать по очереди. И допсведение я открою медицинское образование, чтобы если какой-то врач кажется очень больным, то я могу его заменить. И все. Время. Спасибо. Мейниган, 30 секунд. Вряд ли, что двух врачей сразу у нас выбьют. Это так чисто на допсведение. Типа вышибал то, что ты говоришь то, что ты никому не будешь что-то выкидывать или ломать. Это просто довериться человеку, который может просто элементарно сейчас наврать, это типа нецелесообразно. Я открою здоровье, либо фобию, потом увидишь, что я боли, мне можно доверять. Чел не открывает пол. Типа вы сейчас собираетесь выкидывать здоровую женщину. Ну почти здоровую. Вот, сейчас вы узнаете почему. И оставляете вышибалку. Время. Спасибо. Итак, у нас переголосование. Снова запускаю, 15 секунд. Спасибо. У нас снова ничья. Смотрите, вопрос вот в чем. Мы кикаем сразу двух? Или все-таки идем на следующий раунд? Сразу двух. Сразу двух. Ну, тогда, к сожалению... А могу я переголосовать? Уже нет. Нет, уже нет. Уже все, уже было переколосование. Да. Надо же было попробовать изменить свой голос. У нас, к сожалению, игроки номер 5 и 8 не попадают в бункер. У вас есть по 15 секунд прощальной речи и использование спецвозможностей, не влияющих на голосование. Давайте, Мейниган. 15 секунд. Спасибо. Очень быстро. Игрок номер 8. 15 секунд. Хочу узнать, у кого очень прям плохое здоровье, я могу генерировать. Давай мне. Давай мне. Единственный мужчина с плохим здоровьем. Прошу. Итак, время. Кто первый сказал, кто первый сказал, то... Это не лотерея, я все-таки попрошу придерживаться правил, и вы решаете. Это ваша спецвозможность, и вы решаете, кому изменить. Да, но я вот как бы не знаю. Не надо спрашивать, не надо. Да, меняй уже к кому хочешь. Это ваша спецвозможность, меняйте по своему усмотрению. Вроде, вроде Араросили. Так, Араросили заменить здоровье, правильно? Да, надеюсь на хорошее. А можно... Удачи. Это спецвозможность, или это... Что? А, да-да-да, сейчас. За что мне муд дали, я сказал, тыкни пальцем просто. Игитировал. Перегенерировать. Окей. Так бы сразу. Сминутку. Итак. Характеристика изменена. Надеюсь, она лучше, чем была. Спасибо игроку номер 8. Вы покидаете временный лагерь. Итак, следующий этап. Игрок номер 10. У вас минута. Еще характеристика. Да, всем спасибо. Мой мув не прошел. В принципе, я думал, что он не станет менять. Но это уже, в принципе, ничего страшного в этом нет. Я открою сейчас на данном этапе, наверное, свою, наверное, фобию. Да, я открою фобию на данном этапе. И хочу сразу же сказать по столу, наверное, непонятно, почему выбили сейчас на данном этапе восьмерку. У него был химический костюм. У нас было минус 70. Так как же, если он не пропускал химию, так же он мог пропускать, не мог пропускать и мороз. Очень странно. Медицинское образование. Да, его не сейвило, конечно, потому что у нас два врача. Буду пока мисс играть, наверное, с двойкой, с шестеркой. Потому что, ну, если они будут открывать сейчас свое здоровье. Потому что на данном этапе они самые полезные игроки. Спасибо, скип. Спасибо. Игрок номер 7, ваша минута. Хорошо. На данном кругу я открою свой пол. Ну, типа, я женщина 49 лет. На следующем кругу я вскрою здоровье. Тем более у нас есть функция осталась, которая может скипнуть раунд и перейти к следующему. И далее мы можем более конструктивно взглянуть на ситуацию по столе. В принципе, женщина, я уже вышедший из предпродуктивной функции. Но за мной пока... Ну, у нас есть две рожающие женщины на данном столе. И я могу пригодиться в других отраслях. Спасибо, скип. Спасибо. Игрок номер 6, ваша минута. Так, что я могу сказать? Сейчас кто, если я не ошибаюсь, игрок номер 7 все-таки, по-моему, сказал по поводу того, что он может скипнуть круг. То есть, это получается, мы после этого сможем скипнуть. Правильно, Квейзи? Да. Вот, поэтому я тоже предлагаю, если что, будем скипать. Я, конечно, могу открыть здоровье, но поскольку оно ни у кого не открыто, я, в принципе, один из самых полезных по своей специальности по икибосложению. Тогда я открою очень интересную вещь, такую как хобби, пивоварение. Но это пивоварение, на самом деле, я могу варить не только пиво, еще и самогон. Чтобы сварить самогон, нам нужно не очень много. Найдем дрожжи, еды у нас достаточно, найдем сахар. Там я вас дальше научу, как варить самогон. Вот, как-то так, пока что скип, по столу ничего говорить не буду. Спасибо. Игрок номер три, Верон, ваша минута. Я вскрою тогда пол. Я женщина, 58 лет, взрослая. Прошу заметить, я второй врач. Два врача в бункере, это очень полезно, это очень хорошо. Я могу принимать роды, если, допустим, будут какие-то проблемы с родами, я могу сделать кислорасечение, и все будет хорошо. Можно за ее заступить в игру? Да. Спасибо большое. Я хочу посмотреть характеристику хобби другого игрока. Хочу посмотреть на Вероне, что у него там интересного. Верон, я прошу вас скрыть хобби. Хорошо. Я скрываю. Коллекционирую сфорных насекомых, начинающие. Время продолжилось. Что хочу сказать. Ну, я пока что второй врач. Ну, я буду полезен при родах. Смогу сделать кислорасечение, если что-то пойдет не так. В принципе, все, скип. Спасибо. Ара Росль, ваша минута. Что хочу сказать. Нам нужно два врача-реабилитолога и акушер, потому что это абсолютно два разных врача в разных сферах. Акушер занимается родами, реабилитолог. Я уже не знаю. Я открою фобию. У нас сход я открою о здоровье. Так же, как, думаю, все. Боюсь сна. У меня боюсь сна. Это не то, чтобы спать. А, скорее, я боюсь умереть во время сна. Либо со мной что-то, ну, филатизма. Что-то типа того. Это не так страшно. В следующем ходу я открою о здоровье. Так же, как и все. Мне очень помогли. Пас. Спасибо. Игрок номер один, Пепельница. Минута. Пепельница. Настя. Вы замьючены. Да, извините, пожалуйста. Тупанула немножечко. Так вот, я говорила, что я соглашаюсь со вторым игроком. Два врача – это очень хорошо. Поэтому стоп-играя я меняюсь характеристикой специальности с третьим игроком. И теперь я являюсь акушером. Так, секунду. С игроком номер три. Держите. Я надеюсь, ваш обмен прошел успешно. Продолжайте. Да, спасибо. И, пожалуй, скрою свой пол, так как у нас уже есть две рожащие женщины и мужчина, который будет их оплодотворять. Даже если у него плохое здоровье, то, я думаю, врачи как бы мы поможем ему, потому что я мужчина 30 лет, правда, child free, но никто не отменял рабочую силу, тем более построю, ой, построю из говна и палок сделай себе оружие, ну, либо мы где-нибудь найдем его, и будем, как бы, защищаться от вражеского бункера, который у нас теперь появился. Вот, в принципе, в принципе, все. Спасибо, скип. Спасибо. Итак, общая минута. Я предлагаю скипнуть. Я не вижу смысла скипнуть. Нет, я не вижу смысла скипнуть, потому что я как единственный мужчина на столе, который может оплодотворять. Ну, в любом случае, мне врачи помогут, у меня там ничего страшного нет. Я боясь мертвых животных, если вы не заметили. А у Верона, у дегустатора, коллекционируют сушеных мясо. Как это насекомые? Ну, можно... Насекомые — это животные. Ну, и дегустатор, который, нахуй, открыл максимум все бесполезное, что... А может, он дегустирует этих сушеных мясо, он всех кушает? Да. А раз есть любую характеристику любого игрока, Верон, здоровье. Хорошо. Нормально. Я считаю, что скипать точно нельзя. Я считаю, что скипнуть, потом уже двоих скипнуть. Скипнуть и двоих уже скипнуть. Можно сразу кикать, Верона, как по мне. Ну, да, я тоже считаю... Типа, смысл смотреть дальше, мы так посмотрим, что будет дальше. Сейчас можно смело выкидывать людей. Ну, давайте скипнем, и двоих потом... Да, я даже не хочу обвинять, я скипаю свое обвинительное время. Время общего обсуждения вышло. Итак, да, представлю вам возможность выбора скипа или голосования. Пепельница. Скип. Ара-россель. Кик. Верон. Кип. А котик Сталина? Скип. Бубылда. Ну, скип. Ну, забвенный. Я за кик 100%. Ну, тут большинство все-таки за скип, поэтому мы... 3-3. Хорошо, хорошо, меняю свой голос за кик, окей. Давайте не будем в этот... Ссориться и просто кикнем. Ну, смотрите, у вас была возможность открыть еще по одной характеристике, так как у нас ушли два игрока. Я кик. Напомню. Окей, это ваше решение. Итак, по 30 секунд обвинительных, начиная с забвенного. Поехали. Трайка. Скип. Быстро. Спасибо. Бубылда. Объясняю свой мув. Объясняю свой мув тем, что моя невнимательность к игре сыграла моя... сыграла эту злую шутку. Я заметил паническое расстройство на игроке под номером 3. Я тоже за тройку. Скип. Спасибо. Котик Сталина? Что я могу сказать? Просто, ну, раз десятка не стакается с игроком Твиттера, убивать между игроками 10 и 3. Ну, соответственно, он единственный рожающий мужчина по возрасту. Ну, он вообще единственный мужчина на ставении Чаутфри. Ну, и, соответственно, он во всем лучший. Тройки. Ну, и еще у тройки здоровье такое себе. Прям совсем такое. Ну, против тройки скипа. Спасибо. Верон? У меня нет коллекционных насекомых. Я просто их коллекционировал. У меня этой коллекции нет. Можно прийти... Стоп, игра? Да. Защитить игрока, включая себя на один ход на вылет. Защитивая себя. Стоп, игра. Можно же? Можно же? Да. Можно удаляю спец... Подожди. Возможность удалить... Отменить последнюю использованную спецвозможность. Принято. К сожалению, Верон, у вас нет теперь возможности защититься. Так. Что я хочу сказать? Я... Даже не знаю, что говорить. Если бы можно было бы, я все проголосовал. И так все. Скип. Спасибо. Ара-Россель, 30 секунд. Думаю, очевидно, что уходит 3-й, поэтому собираю. У Кастин Витагу другого игрока. Я хочу у Кастин 3-го. Ара-Россель и Верон, да? Да. Раду. Принято. Кража прошла успешно. Продолжайте. Ну, уходит 3-й, в следующем ходу все должны открыть здоровье. Кто не открывает, тот, скорее всего, будет уходить, потому что это обязательно скип. Спасибо. Пепельница, 30 секунд. Так, ну, я думаю, тут все понятно. Я буду тоже голосовать 3-го игрока. Все, спасибо, скип. Спасибо. Итак, приступаем к голосованию. Также попрошу тишины. 15 секунд. Поехали. Голосование прошло успешно. Все успели проголосовать, но, к сожалению, игрок номер 3 набрал... 83% голосов. И у вас есть 15 секунд на прощальную речь или спецвозможности. Топ игра? Да. Что-то у нас... Ну, ребилотолог и акушер теперь не смогут лечить, удалить спецвозможности и профессии всех игроков. Опа. Так, можно продолжать мое время? Да. Хочу сказать, не поднасряли. Я ухожу. Давайте, удачи вам. Пожелаю удачи десяточки, шестерки. Ну и, в принципе, все. Время. Спасибо. Итак, у нас игрок номер 3 покидает временный лагерь. Остался последний игрок, кто не дойдет до бункера. Поехали тогда следующий тур, следующий раунд. Пепельница. Минута. Так, вы хотите услышать мое здоровье? Я думаю, что да. Так вот, я очень надеюсь, что реабилитолог хотя бы понизит мою степень болезни. Но я не считаю, что это что-то страшное. Типа, смотрите, во-первых, я и так не буду ни с кем спариваться. Во-вторых, у нас нет никаких заразных болезней. Вот, поэтому с этим, в принципе, можно жить. И я мужчина, рабочая сила, как вы понимаете. Вот, буду защищать вас от другого бункера. А здоровье у меня в средней степени ВИЧ. Вот, но, как я и говорила ранее, типа, ничего страшного я в этом не вижу. Потому что я и так не буду ни с кем спариваться. Так что все будет хорошо. Вот, а с одним мужчиной, я думаю, что женщины не проживут долго. Спасибо за время. Арарас, у меня минута. Да, удалили спецвозможности, но врач есть врач. Потом спасибо большое игроку под номером 8, который вел меня кемпо. Идеально здоровым. Надеюсь, у меня никто это не украдет. Дальше, ну, я сейчас кипаю, потом смотрю, у кого что-то с здоровьем. Потом буду принимать решение. Спасибо, Пас. Спасибо, игрок номер 6. Котик Сталина, минута. Так, ну что, я могу... Ой, подожди, сайт залагал. А, все, ответственно. Ну, раз все оставили сквозь здоровье, то давайте я тоже сквозь здоровье. Ну, сразу сквозь, у меня педофилия в средней степени, то есть это любопытные дети. Но, кто будет смеяться, давайте хочу вам сказать то, что мы будем находиться всего 3 месяца, а чтобы вырос ребенок, чтобы он родился, нужно как минимум 9 месяцев. Так что моя, так сказать, болезнь, во-первых, она более психическая, во-вторых, она никак не будет влиять из-за срока нахождения в бункере. Все, скип, по столу не буду пока что ничего говорить. Спасибо. Игрок номер 7 был, был до минуты. Да, всем спасибо. Мое состояние здоровья – это инсульт критической степени. Что хотелось бы сказать по инсульту? Я был у врача-специалиста, и мне поставили такой диагноз, но мне сказали, что у меня поражена только одна часть головного мозга, то есть летального исхода тут быть не может. Что хотелось бы сказать по поводу ВИЧ-заболевания – это вирус иммунного дефицита, который, если не лечить, я не вижу у нас медикаментов каких-то, или тех, кто знает дискласс медикаментами, никаких, короче, таблеток нет, да, у нас есть врачи, но если не лечить ВИЧ, то он может перерасти в ее летальную стадию – это спид. Также педофилия. Кто хочет жить с педофилом в одном бункере? Это психическое заболевание. Все, спасибо, скип. Спасибо, игрок номер 10, забвенный, минута. Для меня, для меня, спасибо большое, для меня хочу, блядь, сказать, прошу прощения, хочу сказать сразу всем, кто сейчас проходит бункер, вы очень большие молодцы, мне было очень приятно с вами играть, я думаю, что, ну, потому что это последнее голосование, когда я еще могу так сказать, когда все будут молчать. Смотрите, у нас избыток, у нас хватит еды на 2 месяца, не факт, что мы сможем выйти, потому что у нас минус 70, ну и долго ты не порыбачишь, соответственно. Открою свое телосложение, ожирение слабое, но в связи с спецвозможностью, стоп-игра, изменить количество еды в бункере на избытке, теперь седой у нас проблем нет, я не вижу смысла открывать сейчас здоровье, объясню почему, потому что у меня там ничего нет заразного, у меня нет ничего критического, у меня там нет ничего тяжелого или страшного. У меня там обычный просто, ну, прям пыль, соответственно, я для себя уже сделал конкретные выводы, кто сейчас уходит, ну и в дальнейшем все молодцы, спасибо всем большое, мне было очень приятно с вами играть. Спасибо, братик. Время, еда была изменена, количество еды, что ж, приступаем тогда. Можно стоп-игру? Да. Так, ну, сейчас проблемы с женщинами будут решаться, так как у нас возле бункера находятся женщины здоровые до 30 лет, вот, я считаю, что кого-нибудь из женщин надо будет выгнать. Все, спасибо. Можно просто стоп-игру, чтобы просто так обранировать вам, а то бесповедная спецвозможность. У вас есть информация о тайной комнате у бункера на 50 квадратных метров. Записали. Спасибо. Итак, давайте все-таки общая минута. Ну, я считаю, что на данном этапе, на данном этапе, женщина с инсультом, она открыла максимально все бесполезное, ну, по крайней мере, для меня, я просто высказываю свою точку. Педофилия – это страшно. Акушер ВИЧ, ну, акушер не, блядь, ну, это, ну, такая хуйня на своем духе. Мы ее кроватье привяжем, чтобы детей не трогало. Нет, мы же всего три месяца будем. Да, матрос нам нужен просто, чтобы он рыбачил, по факту. Он никто, никто не сможет это взять. А врач, в инженер с инсультом ничего сделать не может. А семерка и не рожает уже в силу возраста. Хочется, бедный. Все, конечно, хорошо, что ты говоришь, но то, что ты не открыл здоровье, это настораживает, конечно. А он и детский мужчина. Ты хочешь единственного мужчину убирать, или что? Я не говорю, что просто настораживает. Я открою в конце, без проблем. Ну... Нет, ты увидишь, я никогда этого не делаю. Я никогда, Рероси, ты знаешь, что я никогда не говорю, что у меня за скрытые характеристики. Для тебя сегодня я сделаю подарок. Я тебе доверюсь. Буду кикать. Время вышло. Общего обсуждения. Итак, у нас по 30 секунд последних обвинительных речей. Начиная с игрока номер один, Пепельница. Поехали. Так, ну, как на общем мы и сказали, скорее всего будет уходить семерка, потому что, во-первых, женщина не рожает, военный инженер. Более-менее полезная профессия, но как-то не заинтересовала. Тем более критическая степень инсульта. Это не очень круто, да и, в принципе, мало чего интересного раскрыто. Вот. Поэтому я буду голосовать в этого человека. Спасибо, Скип. Спасибо, Росль. 30 секунд. Ну, шо, что сказать. В Вене, конечно, страшно, что нет своего здоровья, но я с ним играю очень давно на турнире. Я знаю, как он играет. Он играет скрытно. Поэтому я, скорее всего, доверюсь ему, что у него что-то хорошее со здоровьем. Был-то, наша война превратилась в мир, потом опять в войну. К сожалению, Крошань. Это все? Да. Спасибо. Котик Стали на 30 секунд. Что я могу сказать? Седьмого я дефал, когда у нас было еды в недостатке из-за того, что у него было 8 яиц. Я думал, хотя бы как-то на четверых. Ну, типа, можно хотя бы как-то раскидать, чтобы не сдохнуть от голода. Но теперь, поскольку у нас еды в избытке, то нерожающая женщина с инсультами и неизвестным телосложением уходит. Скип. Спасибо. Был до 30 секунд. Что хотелось бы сказать? По полу у нас пепельница и все практически одинаково. Он не может оплодотворять, я не умею рожать. Да, он имеет медицинское образование. Я также имею боевую подготовку, так как я проходил эту боевую подготовку. У меня тоже имеются кое-какие познания в медицине. Что хотелось бы сказать по ВИЧу? Ну, это я уже вам сказал. Так. Ну, в принципе, все. Я, типа, всех обнимаю, всех люблю. Спасибо. Спасибо за военный 30 секунд. Да, за деф от себя смысла мне нет. Я скажу, что я следователь. Я также имею боевую подготовку, потому что я, как-никак, полицейский. Я человек, который в уголовном процессуальном праве должностное лицо. Ну, все понятно. В принципе, я также умею обращаться с оружием или что-то еще и защищать бункер. У нас, к сожалению, в отличие от семерки теперь есть кому. У нас есть однерка, мужчина и десятка. Спасибо большое. Спасибо. Как раз время. Итак, переходим тогда к голосованию. 15 секунд, чтобы отдать свой голос. Подумайте. Поехали. Поехали. Как быстро. У нас игрок номер 7 набрал 60%. Есть возможность оправдаться? Обработи. Я случайно. Игрок номер 7, ваши 30 секунд. Ну, что я могу сказать. Это был интересный турнир по многим фронтам. Деф от себя смысла не вижу, так как все уже определились со своим мнением. Я не скажу, что был хороший, но, по крайней мере, интересный и захватывающий турнир. Я очень рад, что сыграл с такими игроками, как Федя, Маска, Котик Сталина, Забвенный и так далее и тому подобное. Всем спасибо. Всем спасибо. И поздравляю вас с проходом. Удачи. Ну, подождите, это все-таки еще не конечный результат. Давайте попробуем еще раз вам дать шанс. Запускаю голосование. 15 секунд. Ну, понятно. Во вторые шансы у нас не принято верить. Игрок номер 7. У вас теперь 15 секунд, чтобы еще раз, может быть, попрощаться, что-то заюзать. Ну, нет. Ну, в принципе, я уже что хотел, то сказал. Вряд ли будет переигровка в данный момент, так как у нас в бункере, в принципе, проходной. Всех поздравляю. Все молодцы, всем красавчики. Ну, кроме Рароселя, потому что... Спасибо. Время. Итак, игрок номер 7 у нас покидает временный лагерь. Оставшихся четверых я поздравляю с проходом в бункер. Игрок номер 1 – Пепельница. Игрок номер 2 – Ара Россель. Игрок номер 6 – Котик Сталина. Игрок номер 10 – Забвенный. Вы прошли в бункер. На этой стадии, наверное, я с вами пока временно попрощаюсь. Ау, стоп, стоп. Можно вопрос по игре? Поздравляю. А вот, допустим, я могу... Поздравляю. Поздравляю вас. Нет, дайте спрошу. Да. Если, допустим, я сейчас сделаю себе плохое здоровье, я получу за это больше баллов. А уже все. Приветствую вас, товарищи, как говорится, призеры. Здрасте. Сегодня, как говорится... А, не соскучишься. Ко мне повезут. Чего? Так, не сбивайте то, что я хотел сказать. Ну, во-первых... Я говорю, ко мне соскучился. Бал вам всем соскучился, скажу так. Так, сегодня у нас будет, как говорится, церемония награждения. Вам уже потихоньку буду выдавать роли за то, что вы такие красавцы. Особенно поздравляю еще раз победу Забвенова. Спасибо большое. Как я посмотрел финал по записи, в принципе, интересно вышло. Понравилось даже. И это очень, наверное, классно было. И я думаю, что вы ждете не только роль, но и главной интригой, ради чего вы хотели поучаствовать, в принципе, это голос бровода. Ну шо ж. Вы, наверное, готовы познать тайну. Кто он на самом ли деле? Робот он или человек? Ну что ж, вы готовы? Готовы. Помолитесь, на всякий случай сядьте, а то вы обалдеете. Мало ли, вас потом инфарктом ловить страшно будет не за вас. Ну раз готовы, бровод, скажи, пожалуйста. Всем привет. Как настроение? Ладно. Да, не хотел признаваться, но он все-таки пришлось. Он андроид. Да, я андроид, я чисто работаю над проектом и не больше. Это вы не представляете, как трудно андроида был уломать на разговор. Он просто еле-еле уговорил, плюс ему стало очень интересно пообщаться с другими, как говорится, био-жизнью. Как я понял. Я же верно все уговорю? Ну да, все верно. Собственно, как бы нужно начать с того, что нужно поздравить победителей. И я вас всех поздравляю в первом турнире. И в первом турнире по игре Бункер это очень круто. Уверен, что быть первым это всегда приятно. Еще в первом турнире вообще по такой игре, как Бункер, это вдвоем приятнее. Так что надеюсь, каждый из вас получил хоть какое-то удовольствие от игр. И доволен финальными результатами. Так. Ну что ж, участник, у вас, я думаю, есть очень много вопросов про воду. Давайте-ка быстренько зададим. У него очень мало свободного времени, сами понимаете. А, да, я начну. Я начну. Почему меня админ не любит? Это вопрос сейчас не связан с турниром. Поэтому давайте сейчас в качестве приза получаете Роинс, как и обещали. Вчера мы обсуждали с Алексом, сколько будет призовых мест. Все-таки их будет 4, как вы уже поняли. И, в принципе, начинаю с забвенной. Сразу с победителя. Обычно по традиции, если ты механическая система не глючит, начиная с бронзы и так до победителя. Но раз такой хочешь прикол сделать, в принципе, не против. Пусть так будет. Пепельница второе место. И котик Сталина и Арароси третье место. Я вас поздравляю. Относительно ролей. Они, скорее всего, всегда будут в отдельном блоке. Участники, как турнира, они будут только к Новому году. Дальше эти роли остаются, но уже не в отдельном блоке. И, понятное дело, можете сейчас задавать вопросы, которые вас интересуют. Есть примерно минут 5-10. На самое интересное буду отвечать. Ну, а что ж, попробуйте. Вопросы касаемо турнира и в целом. Какой вопрос? Я говорю касаемо турнира и в целом по игре, так сказать. Я думаю в целом по игре, по турниру, что понравилось, что не понравилось. Как скоро будут изменения и нововведения в игре, так как добавление специальностям особенных каких-то спецвозможностей, возвращение, например, таких специальностей, как риэлтор, добавлять обратно один слот. Как скоро будут дополнительные информации по тем моментам, которые может ли рожать конкретно по правилам хрупкая женщина или нет, потому что за это очень сильно цепляются. Для меня лично это самое важное. Смотрите, сейчас какая ситуация. Завтра, скорее всего, будет новогодний апдейт, где будет обновлен только контент. В этом году больше обновлений не будет. И дальше ожидаем только обновления, связанные с старым сайтом, то есть тот, который сейчас. Это только исправление ошибок и добавление разных мелких, приятностей, типа, как открыть все характеристики, некоторые изменения в правилах игры, но незначительные. В новом году у нас планируется большая новая версия по сайту, где даже дизайн сайта будет изменен. И также будет то, что игроки ждут, это регистрация и статистика, понятное дело. И также очень важно, чтобы были комнаты. Они также будут, они уже в принципе в бета-режиме работают. Просто нужно еще проверить и немножко поработать над этим. Так что в любом случае работы достаточно, но проект развивается и будет развиваться. Поэтому только в следующем году будет нормальное, хорошее обновление, которое точно всем понравится и конкретно изменится все. Я думаю, наверное, ноги интересуются после того, как они обалдели от того, что они все-таки поняли, что ты, как говорится, андроид, наверное, им интересно будет знать, кто тебя создал вообще. Что это за гений такой и ума тебя создал, скажем так. Спасибо за комплименты. Спасибо за гения. У меня еще вопрос. У меня еще вопрос. Это неофициальный турнир, я так понимаю. Это, смотри, это неофициальный турнир. Это моя инициатива, бываю, они поддержали. Соответственно, на официальном сайте то, что проходил такой турнир, мне даже не давали сообщения в других соцсетях, потому что по ламбе было и участников было бы намного больше. Ну и как вы... В дискорде мы и ожидали получить 20-30 человек, мы это и получили. Заодно бот проанализировал все это, то, что происходило, и если они все-таки решат сделать именно официально, как турнир, то уже у бота есть, как говорится, алгоритм продуманного действия. То есть, все верно? Анализ-то, как понятен? Да, все верно. Турниры в любом случае еще будут только... Понятное дело, что уже в следующем году. Вот. И точно будем делать функционал, который будет поддерживать турниры на постоянной основе. Ну что ж, в принципе... Потому что, как вот, мы увидели это интересно. У меня крайний вопрос лично для меня, который меня только... Ну, не только меня, а всех будет интересовать в дальнейшем. Вот я захожу, например, в главное вики и характеристики персонажа, когда я смогу узнать что-то, дополнительно какое-то правило о человеческой черте, о специальности, когда они закончатся в своей разработке. Потому что они в разработке, и в этот раздел зайти, соответственно, я не могу. Сложно ответить, так как это, в принципе, сейчас не в приоритете. Много людей заходит и вообще не понимает, что это за игра. Поэтому сейчас ориентирую еще на это, чтобы игроки понимали, новые игроки понимали, что это за игра. Ну, я думаю, что это будет неотъемлемой частью, для того, чтобы человек понял, что это за игра и как играть. Да, конечно. Когда он комитет с игрой, ему нужно будет по-любому узнать характеристики, персонажа. Я для себя учил некоторые моменты, аспекты игры, в плане того, что я зашел на полное телосложение. Если я буду дальше заходить в разделы и читать все, все ознакомлюсь, я думаю, что, ну, это мне поможет в дальнейшем дальше. Ну, что ж, доброе. В любом случае, это будет разрабатываться, даже, возможно, в ближайшем будущем. Так, все ты? Давайте бы, вопрос касаемо вопрос касаемо игры, допустим, будет ли еще какая-нибудь дополнительная характеристика, как минимум, хотя бы большой багаж, потому что, допустим, характеристик мало, и если играет мало человек, сходу скрывают по 1 плюс 3, то есть 4 характеристики, и становится неинтересно, потому что, чтобы не вскрыл, ты уже почти вскрытый, автоматически становишься, за исключением нескольких черт, так сказать. И вот, будет же, или все-таки дополнительно, большой багаж, или какая-нибудь дополнительная интересная черта отдельно? Будет все время обновляться в зависимости от баланса игры и так далее. То есть сейчас, да, сейчас согласен, то, что нужно что-то добавить, и не добавлять, но в приоритете немножко другой, то, что я уже, в принципе, сказал. и если у нас идеи, что можно добавить, то точно есть, игроки нам пишут, и даже еще в начале развития игры у нас появилась одна идея, не знаю, стоит ли сказать, но если мы это сделаем, мы точно сделаем, то это будет очень круто, и всем прям, ну, очень сильно понравится. Особенно тем игрокам, которые любят играть, типа, такой игры, Dota Overlords, если я не ошибаюсь. Интересно. Еще хотел спросить, а можно, пожалуйста, когда вот у меня сейчас написано один выживший, можно хотя бы поставить, ну, знак номера такой вначале, номер один выживший, номер два выживший. типа, а, вот это понятно. Да, 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 да. В принципе, да, да, да. Ну, я думаю, что это не проблема. Ты что скажешь, андроиды, я что-то путаю. Из-за человеческого меня несложно. Вот, если никто не против. А потому что я не понимаю, что такое один, два, три, если... Да, да, это вам подправить, не переживайте, это все сделает. Так, наверное, пепельница еще раз, хотя бы, нет, какой-нибудь красивый. Я хочу фиолетов, можно? Нет, я так понимаю, это, скорее всего, сделано по цветам, то есть, плавик со самой, ой, ну, блядь. Типа золота, у тебя типа серебро, у нас с розовикой, типа барон, если я не ошибаюсь. Ну, такое концепцию, придерживаемся. Так, Арарос, у тебя есть какой-то вопрос, только, пожалуйста, быстрее задавать, потому что у андроида, еще, как говорится, работы много, и он, в принципе, ему и скоро подзарядка нужна будет, давай. Наши андроид, надзвечество от одного до пяти. Слышно, Араросель, ты замуж. Чувствуй, да, отъел. Спасибо. Вопрос не меняет. Нет, ему надо зайти, ему надо выписать комнату и зайти обратно. Ну, ни в комнату снова тебе обратно, что с этим, Араросель, может, из-за этого его не слышно, я не слышу, пока не верю. Начался он ничего? Может, ему в музыке, Да, вряд ли ему в музыке. Араросель, слышно? Да, слышно. Араросель, скажи, а что такое? Ты, броня, слышишь? 1, 2, 3. Странная реакция. Будете ли, в итоге, будете ли добавяться у Вара функция украсть инвентарь, потому что это как-то странно в игре, когда, допустим, частный детектив, если я не ошибаюсь, может открыть и украсть, а тот же самый вор, это если играть по РП, это становится нехорошей специальностью, а наоборот, более плохой, поскольку по РП можно отыгрывать так, если хочешь в себе человека, что он у тебя будет обкрадывать, тырить еду и так далее, и плюс у этой специальности нет никаких спецвозможностей, это как-то глупо, и мне кажется, ну, смотрел, не раз уже писал, андроид, андроид, можно я отвечу на этот вопрос, я примерно догадываюсь, что вы ответите, если я не прав, вы исправите, смотрите, я попробую за него ответить, попытаюсь его понять, смотри, в принципе, идея-ка ему заинтересовала, но как он раньше и говорил, сначала сделать то, что они задумали в первую очередь, дальше уже начнутся вот эти разные добавления, которые интересны к ваших предложения, которые вы писали, то есть всё постепенно будет обновляться, ваши предпочтения будут учитываться, если это возможно, они это сделают, как говорится, и будет для интереса игры, я ничего не забыл, системный андроид? Ну, почти, смотрите, у нас одна из целей, это добавить возможности для каждой профессии, и у нас есть отдельная таблица, где мы добавляем все возможные варианты, чтобы это было по балансу игры хорошо и интересно. Вот, эта таблица ещё в плане заполнения не готова, но команда QA, и мы в том числе работаем над тем, чтобы как можно это закончить. Когда это, как только таблица будет готова, мы перенесём это на сайт, и, понятное дело, уже будут добавлены все профессии, а не по отдельности. Когда это будет сделано сложно сказать, потому что, в общем, у нас 242 профессии, как я сейчас вижу, и половина ещё не готова, в плане возможностей. И учтите, что их команда, ну, то есть, именно, как программное обеспечение, как помнил, Android, ещё два помощника есть, всего лишь три человека, в плане технической работы. Так что, учтите, это объём работы, и войдите в положение. Это от себя скажу так. Ну, шо ж, у вас ещё... У нас услышат, что нам сделают знак номера перед... Да, это сделаем точно за сегодня, или сейчас, или нет, Спасибо, в принципе, у нас есть вопросов, больше нет, броводу, он и так задержался, он планировал на 10 минут, а получилось аж 15, так что, давайте его отпустим, как говорится, усовершенствовать, делать сайты, поблагодарим ему, за то, что он выделил для нас, время. Ну, и спасибо всем участникам, что сыграли, и до следующего турнира. Как говорится, до следующего турнира едем, ещё раньше. если захотите пообщаться, не проблема, пишите пообщаемся. Это вообще не проблема, на самом деле. Будем убедить. Заманчивое предложение. Вот это ты сделал. Хорошего всем дня. Всем хорошего вам дня. Ну, и давайте сделаем небольшое расскажу впечатление, как всё происходило по поводу этого турнира. Я хотел бы сказать спасибо уже лично руководствам, сайтам, ну, скажем так, админам с Бункер Онлайн, что они помогли это устроить. Такое, скажем так, мероприятие, это было весёлое, весело всё происходило, отборочное особое, когда я вам это не показывал, но скажу, это было то ещё веселье, которое происходило, немножечко, скандалов, но кое-как мы всё-таки смогли его провести до конца. И спасибо, я хотел бы, ещё раз, как сказать, всем участникам, которые поучаствовали и сделали это небольшое для нас шоу. Что ж, кто его знает, будет ли ещё видео по этим, таким турнирам, или друг-другой организуем, мало ли, что произойдёт. Но надеюсь, что это был не последний случай, когда я что-то такое подобное устраивал. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы посмотрели этот видос до конца. Кому понравилось, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, делиться видео с друзьями. Ну, а если вам будет скучно, заходите с друзьями, играйте вот в такую замечательную игру, как говорится, развлечётесь и немножко поразвинете интерес. Так что, желаю вам всего самого наилучшего, всем до встречи, бай, бай. Субтитры сделал DimaTorzok